Мы продолжаем цикл сюжетов о культурных традициях и обычаях Ингушетии. Во время поездки в республику наша съемочная группа побывала на местной свадьбе и узнала, как проходит свадебный обряд по традициям ислама. Именно эта религия является доминирующей в Ингушетии, однако на территории республики есть и православный храм. Обо всем по порядку расскажет Елена Губенкова. Как правило, здесь на свадьбах варят как минимум две коровы, это 400 кг мяса. Это среднестатистическая цифра. Гостей на ингушетских свадьбах встречают с большим размахом. Да и не только на свадьбах. Жители республики говорят, дом всегда должен быть полон гостей. На бракосочетание Ахмеда и Лейлы только официально приглашено 200 человек. В целом же число гостей может доходить до тысячи, а иногда и больше. Основной акцент на угощение. Часть блюд заказывают в местных ресторанах, но большинство готовят дома. Выпечку, кондитерские это готовили по заказу, а национальные блюда сами готовим. У нас в основном идёт сразу горячее мясо, чтобы было. Потом что-то типа соуса, у нас это бир называется. И мясное к ним. Это всё, конечно, мы сами делаем. Мать жениха говорит, к свадьбе готовились давно. Ждали только, пока невеста поступит в аспирантуру. Познакомилась пара благодаря сестре Ахмеда. Она училась в медицинском вместе с будущей невестой. По традиции, в день свадьбы жених находится не в своём, а в соседнем доме. Будущую жену вообще не должен видеть. Всё это время он встречает гостей, угощает их и принимает поздравления. В этот день пожелания счастливой семейной жизни присылает и главный имам по Волжье Мукадас Бибарсов. Мусульмане Саратова не один год знают вас как отзывчивого, неутомимого и яркого человека. Вы участвуете в организации общественно важных мероприятий, помогая тем самым возвысить место ислама в обществе и укрепить имидж мусульман. Во время сватовства жених платит обязательный колым. Его сумма от 50 тысяч рублей. Женится здесь раз и навсегда. В Ингушетии разводы скорее исключение из правил. Семьи создаются на всю жизнь. Крепкие браки в республике получаются потому, уверены местные жители, что отношения будущих супругов построены на взаимном уважении и дружбе. Когда с человеком общаешься, любой человек, вот по взгляду можно определить, когда с ним общаешься, слушает он тебя или чем слушает, или как слушает. А девушка как-то должна, ты в ней должен видеть друга, я так думаю, в первую очередь. Потому что если она тебе не станет другом, то из нее жена точно не выйдет. В доме невесты в этот день тоже не протолкнуться. А по традиции брак совершается именно здесь. Вместе с родственниками жениха в дом приходит и мам и спрашивает, согласна ли девушка вступить в брак. После заветного «да» или просто молчания союз считается заключенным. Присутствие жениха не требуется. Замуж Лейла выходит в ингушском свадебном наряде. Родители говорят, единственную дочь старались воспитать по всем традициям. Мы соблюдали, мы с этим рождаемся, с этими традициями, они для нас святы. Я, конечно, старалась, я очень хотела, чтобы моя дочка выучилась, была цивильной, но и тем не менее, вот по всей жизни, конечно, традиции прежде всего. После заключения брака невесту везут в дом жениха. Почти весь день она должна простоять в углу и молчать, за исключением момента, когда ей пытаются развязать язык. Гости предлагают деньги, а она решает, сколько достаточно для того, чтобы заговорить. Традиции и религия в Ингушетии самое главное. На территории республики распространен ислам, но есть и христианские семьи. Их около трех тысяч. Самый большой из православных храмов находится в Сунжинском районе. Он вновь отстроен недавно, около 15 лет назад. Количество прихоран усиливается, умножается. Так как раньше была домовая церковь, то сейчас уже построен новый крепный храм. Вот люди приезжают, люди смотрят этот храм, люди молятся в этом храме. И количество прихожан умножается. Доминирующая же религия в республике ислам. На территории Ингушетии зарегистрировано около 50 мечетей. Массовое обращение ингушей в мусульманство началось во второй половине 19 века. Становление этой религии в республике было долгим процессом. Последними приняли ислам жители села Гвилетия в 1861 году.